Испытано на себе Итак, мы готовы приступить к тренировке. И первая часть, это, конечно же, разминка. И сейчас вот рядом со мной находятся замечательные девушки, которые вместе со мной, я думаю, окунут меня в мир Тайдзитюаня. Ну и, конечно, Светлана Кобякова в этом нам поможет. Итак, Светлана, начинаем. Так, приветствие. Правая рука, кулак, сжимаем его правильно. Раз, два, три. Раз, два. Левая ладонь, пальцы вместе, большой палец прижимаем, сгибаем. Только так, да? Да, локти на одинаковом уровне, здесь кругло, не слишком близко, не слишком далеко. То есть это Бао Цюан Ли называется. Делают его в начале, то есть когда здороваются, когда прощаются. Хорошо. Ну что ж, давайте. Ноги на ширине плеч, коленки мягкие, тазобедренные суставы расслаблены, поясница расслаблена. Плечь положили на лопатки, макушкой мы тянемся к небу, расслаблено. Хлопнули в ладошки, растираем. Да, ощущение тепла. И давайте посторонние мысли все выкидываем. Постарайтесь быть здесь и сейчас, сконцентрироваться на внутреннем. И руки медленно приближаем, отдаляем. Стараемся почувствовать взаимодействие между ладонями. Руки расслаблены, то есть не так просто. Локти расслаблены, плечи висят. Приближая, может быть, вы ощущаете какие-то покалывания. Отдаляем, может быть, ощущаете, как между пальцами, как будто что-то тянется. Если это есть, то это говорит о том, что вы ощущаете свою энергию. Посмотрите на ладошки. Если начали появляться хотя бы едва заметные багрово-белые пятна на ладошках, значит, энергия в наши ладошки прибыла. Этими ладонями мы сейчас себе разогреваем тело. Растираем ушные раковины. По периметру вверх, вниз, внутри уха. Пальчиком указательным внутри уха вот так поводили. Хорошо. Затылок растираем. Основание черепа, мышцы шеи. Ощущение тепла. По бокам. Ой, я микрофон задеваю. Плечи. И плечевые суставы. Все растирания делаем интенсивно. Да, ощущение тепла. Представляю, как с суставов мы снимаем застойную энергию, которая скопилась там за время, пока мы ими не двигали. Встряхиваем на землю. Земля плохую энергию поглощает, сжигает, очищает. Хорошо. Выставляем одну ногу вперед, разогреваем коленку вокруг чашечки. По бокам. Спереди, сзади. Стряхнули. Другая нога тоже самое. Вокруг чашечки. По бокам. Спереди, сзади. Стряхнули. Хорошо. И чистим пальцы. Мысленно представляем, как мы снимаем плохую энергию, которую мы только что собрали с тела. На свои пальцы мы их стряхиваем. Снимаем, стряхиваем. Хорошо. Отлично. Ну что ж, приступим к разминке суставов. Итак, берем кисти в замок, крутим стопой и крутим. Хорошо. Вправо-влево поворачиваемся. Не переставая делать волну. Дышим свободно, так как нам удобно. И теперь на ходу меняем направление волны. Еще надо с координацией хорошо дружить. Да. Еще все это так быстро. Хорошо. Теперь совершенно выпрямляем ноги. Стопы вместе поставьте, пожалуйста. Основанием ладони давим над коленными чашечками. Вот так мягко покачиваем. Без болевых ощущений, без дискомфорта. Должна растягиваться нижняя часть спины и задняя поверхность бедра. Чуть-чуть. Хорошо. Теперь садимся на корточки. Желательно пятки не отрываем. Как же это? Вверх-вниз. Если тяжело, да, можете отрывать. Вперед-назад. Переносим тяжесть тела с носка на пятку. Хорошо. Встали. Чуточку ниже опускаем корпус. И опять качаем. И опять качаем. Обняли плечами колени. Поменяли хват. Хорошо. Тянем руки туда. Ощущая, как растягивается спина. Поменяли хват. Хорошо. Прыжались головой к коленям. Выпрямили голову. Теперь, если можем, беремся сзади руками. И. А. Сань. С. У. Лю. Ба. Если тяжело, можете не браться. Поменяли хват. Сань. С. У. Лю. Ти. Ба. А. А. Сань. С. У. Лю. Хорошо. Встали. И опять делаем наклоны. Сань. Сань. Соединили предплечье. И тянемся предплечьем к полу. Шею, плечи не напрягаем. Первые восемь мягко. Сань. С. С. Ля. С. Ба. Можно чуть амплитуднее. Старайтесь расслаблять все, что растягивается. Сзади. Задняя поверхность ног, да? Нижняя часть спины. Хорошо. Отлично. Садимся обратно. Давайте. Сидим на корточках. Кому трудно, можете упереться рукой в пол, да? Беремся вот так. Если совсем невозможно, совсем садитесь и вот так вот растягиваете. Ага. Ага. У вас как-то вот у всех хорошо получается все. Ну, так не первый год тренируются. Некоторые. Нет, у нас на самом деле тут и новички есть. Ну, это примерно... Что значит новички? Это месяц, два, три или годы все равно? Да, с октября занимаются. А, и уже вот так могут делать, да? Ну, да, есть такие люди. Хорошо, теперь тянем стопу к голове. Поехали. А. С. С. О. Что-то невероятное. Ба. А. Вы, если вам трудно, вы садитесь на пол, вот так, да, тяните. А, вот так? Хотя бы так. Хорошо. Теперь, на самом деле, вот следующее упражнение, оно больше на, как бы, на нашу фасциальную структуру, да? Удержание равновесия. Если у вас фасции хорошо растянуты, нигде нет напряжений, то вы можете легко сидеть вот так на курточке, пятка на полу. Пятка на полу. Я вообще не могу сидеть на этой пятке, как будто бы. Ой, мамочки. Ой, мамочки. Ой, что-то есть. Молодец. Да, подождите, я только пятку прижала. Подождите. Теперь надо сбалансировать. Нет, товарищи, это, конечно... Поменяли другая нога. Еще и поменяли. Ага. А попробуйте вот так, мне кажется, у вас получится. Пятку поставьте. Во, во, во. О, получилось почти. Цель, лё, цель, ба, ар, ар. Можно чуть... Одной рукой упирайтесь в пол. Упирайтесь в пол одной рукой. Вот так. И коленку выпрямите. Здесь у вас потянуться должна задняя поверхность ног и немного спина, может быть. Ага, теперь к голове тянем. И ар, цель, лё, цель, ба. Хорошо, положили ногу. Хорошо, коленка везде не кладется. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо, отлично, молодца. Сели на пол, дышим. Это только тренировка. Это разминка. Разминка от начала. Господи. Так, хорошо. Так, теперь практически йоговское упражнение, когда мы растягиваем ягодичные мышцы. Если в этом положении у вас обе седалищные кости не лежат на полу, то вы эту ногу просто вытягиваете, да? Если лежат, то хорошо. Выпрямляем корпус, грудь открываем, колено прижимаем к себе. И ощущайте, что тянется, как тянется. Самые натянутые места... Нет, правильно. Самые натянутые места старайтесь расслабить. Теперь, отталкиваясь рукой от пола, скручиваемся, и если можете, можно, смотрите, падать, да, и сзади взяться второй рукой. Ух ты, близко же. Близко. Сейчас, сейчас, сейчас. Мне кажется, я сейчас замкну и разомкнуть не смогу. Тихо, тихо. Так, вырабатываете. Лучше так сидите. От этой рукой упирайтесь и помогайте себе скручиваться. Постарайтесь грудь открыть и макушкой тянуться к небу. Хорошо. Так, ну что ж, тазобедренные суставы разминаем дальше. И... А, прям большие круги делаем, пах открываем, сань. Ощущаем работу не только в тазобедренных суставах, но где крестец, поясница, в обратную сторону. И... А, сань, руками можно балансировать. Сы, хорошо, отлично. Вправо-влево отклоняем корпус. Я ощущаю натяжение вот не только в боку, да, но и в тазобедренных суставах. И дышим. Сы, у, лё. Отлично. Итак, рука, локоть в плоскости тела. Мимо локтя смотрим, заглядываем. Не запрокидывая вот так голову, да, а повернувшись вот сюда. Смотрим. И вторая рука наверху, как будто давим потолок. Что тянется? Три. Четыре шеи тоже? Стопы параллельно поставьте, пожалуйста, Дарья. Ага. Хорошо, распустили вторую руку. Раз, два, вниз просто она смотрит. Четыре, пять, шесть. И теперь ничего не меняется. Мы поворачиваем голову в сторону. Верхние ладони смотрим на тыльную сторону верхней ладони. Ощущая, как у нас натянулись мышцы шеи, да. Фасции, сухожилия, всё растягивается. Хорошо, поменяли другая сторона. Вдох. И на выдохе наклон. Смотрим мимо локтя вниз. Ощущаем, что как тянется. Самые натянутые места стараемся расслабить. Распустили вторую руку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Посмотрели на тыльную сторону верхней ладони. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо, потянулись. Вдох. И обмякли, расслабились. Вдох. Отлично. Ну что ж, поднимаемся на носочки, расслабленно шлёпаемся на пятки, так, чтобы всё тело содрогнулось, но при этом коленки мягкие. Вот так. И быстро просто с груди, с поясницы, с ног. Испытано на себе. Стояние столбом – это основное базовое упражнение тазичансти лечения. Его делают каждый день все практики тазичансти лечения, независимо от того, какой у тебя уровень – начинающий ты или продвинутый. Делается оно одинаково. Итак, стояние столбом, но есть название уже примерно понятно, да, то есть мы просто стоим. Итак, стопы на ширине плеч. Желательно, если вы от природы не сильно выворотные, то ставить их параллельно, прямо всей подуши почувствовать пол, землю. Лучше представлять, что мы стоим на земле, и нету давления, не должно быть давления излишнего наружу или внутрь, да, прям плашмя. Правую стопу почувствуйте, как она плашмя лежит, левую почувствуйте. Хорошо. Колени согнуты в сторону носков, расслабленно. Тазобедренные суставы мы отводим назад, опускаем вниз, утапливаем. Копчик нужно подтянуть чуть-чуть вниз и чуть-чуть под себя. Солнечное сплетение, вот, где пупок, мы мысленно опускаем к пупку и мысленно устремляем к позвоночнику. Это позволяет нам расслабить диафрагму поясницы. Почувствуйте прямо, как от этого диафрагмы поясницы расслабились. Грудь расслаблена, опущена, то есть не округлена, просто стоим прямо. Плечи прям физически. Кладем на лопатки, свисели вниз. Язык касается неба за зубами. И макушка, вот там, где у детей родничок, она тянется к небу без напряжения. Подбородок подбираем чуть к себе. И теперь руки всплывают и становятся в положении, как будто мы обнимаем дерево. Локти свешены вниз, ладошки немного друг на друга. Вот тут центры лаугун энергетические на ладошках. Они смотрят друг на друга и немного на себя. Можно держать их на уровне сердечного центра, солнечного сплетения, пупка. Мы обычно где-то вот здесь держим. Вдох. И на выдохе. В выдохе расслабились, обмякли. Можно разное время стоять. Если у вас тело дошло до испарина, бывает даже, ну, если долго стоять, там вообще потом покрываешься, изнутри поднимается жар, это вот начинает работать ваша внутренняя энергия, ваше тело работает, как бы все ваши потоки начинают упорядочиваться. Поначалу чисто на физическом уровне, то есть стоишь, дрожишь, там все, надо все это перетерпеть. И потом уже. Ага, и потом возникает уже хорошая свобода, все там, все напряжения распускаются. Бывает, что стоишь, тебя качает или дрожишь, там. Ну, вот, ага. Некоторые плачут. Какие-то внутренние напряжения, то есть распускаются не только физически, но и психологически тоже в том числе. И как-то все встает на свои места. Да, допустим, вот я если с утра не постою столбом, даже он день как-то проходит, но не так. То есть для вас это обязательно практика? Да. Ну, во-первых, это моя работа, то есть первым делом я встаю, и что я делаю? Я тренируюсь столбом, шелковая нить, прокрутить комплексы. Только после этого уже все остальное. Упражнение шелковая нить тоже базовое упражнение, позволяющее двигаться, сохраняя правильную структуру, нарабатывать правильные усилия. Итак, вытягиваем руку вперед и переходим к шелковой нить. Ноги пошире, переносим тяжесть тела на правую ногу в данном случае, открываем. На счет раз мы расслабляемся и перетекаем. Тазобедренные суставы на одинаковом уровне остаются. При этом, посмотрите, колени у нас двигаются только вправо-влево. Вы чуть поуже встаньте, лучше пока для первых. То есть колени у нас не должны делать вот таких движений. Прямо туда-сюда. Итак, пересели. Дальше колено не двигается, утапливая тазобедренный сустав, мы прямо вот эту конструкцию всю поворачиваем влево, накатываемся как бы на левую и доводим руку до уровня, до среднего уровня тела. Дальше расслабили левый правый сустав, перетекаем. Также колено прямо двигается. Как только оно встало над стопой, мы за счет утапливания тазобедренного сустава накатываемся корпусом и открываем руку. Поехали. И пересели. И тут тоже в зависимости от уровня подготовки. Сань. Можно садиться шире, ниже, либо поуже, повыше. Ножки уже устали, да, Даша? Вот это шелковая нить. Да, это шелковая нить. То есть рукой мы как будто бы наматываем шелковую нить на тончайшую шелковую нить, на кокон. Нельзя делать резкие движения, иначе нить порвется. И нельзя делать совсем расслабленные движения, потому что нам надо, чтобы кокон был плотным, да. И вот ощущаем укоренение в земле, ногами врастаем в землю, макушкой сливаемся с неба, уподобляемся текущей воде, плывущим облакам. Голова совершенно пустая. Хорошо. Поменяли. Следующее упражнение. Давайте мы только два упражнения сделаем сегодня. И... Теперь кокон у нас был спереди в первом упражнении, здесь чуть-чуть сбоку, сами. При этом сохраняем расслабленность поясницы, тазобедренные суставы утоплены. Копчик тоже как бы упирается в землю. Поменяли руку. И чуть-чуть внутренне улыбаемся. Ощущаем себя укорененными в земле и единым целым с небом. Сы... У... Лео... Хорошо. Давайте завершаем. Итак, открываем вторую руку. Не бросаем, потому что мы этими движениями все-таки разгоняем энергию по телу. Да, мы должны завершить корректно. Вдох. И на выдохе всю энергию земли и неба. Вдохнув себя, положили в область за пупком, опустили руки, выпрямили коленки. Ногами все еще продолжайте ощущать себя укорененными в земле. Макушкой ощущаете небо. Поймайте это ощущение единства с землей и небом. Внутренне улыбнитесь. И только после этого выходим постепенно. От кончиков пальчиков ног до талии. От талии до плеч. От плеч до макушки. Вот такая вот медитативная практика. Практикую которую, в общем, можно избавиться, если говорить о здоровье, да? От разных, ну... Недугов. Испытано на себе. Продолжение следует... 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 Давайте закончим шоу-ши. И ар-сань-сэ-у. Испытано на себе. И ар-сань-сэ-у. И ар-сань-сэ-у-лё-ти-ба-дю-шэ-ши-ш-ар-и-ар. Пересели на заднюю, сань, колено. Сэ-у-лё-ти-и. Ар-сань-и-ар-сань. Поехали. И первый мах. Ар-колено-шаг. Сэ-сэ-сэ-руби-у-у-у-ло-ти-ба-дю-ва-ю-ч-р- substant. Поехали. И рубим ар-поворот. Сань-восéric-сэ-у-ует. Встали. Сэ-и-э-э-р-стань-ш-э-бда-дю-ш-э-и-потянули. Ар-открытие. Сань-закрытие. С. Открыть. Поехали. А. Сань. С. У. И. А. Сань. Вообще, в том числе и в комплексе без оружия, да, каждое движение у нас имеет боевое значение. Допустим, вот это вот. Нет, например, вот это вот. Мы не просто так машем же в воздухе. Это идет удар. Мы ховно перехватили, хоп, перекручили. Понятно. Враг не сдается. Ага. Делает второй удар. Хоп, мы его перехватили. Мы ему ховно. Опа-на. Ага. А потом. А все это выглядело вот так, очень нежно и плавно. Да, потом подбери ногу и выкинули туда. Туда, а потом опять. А потом оттуда еще другое идет. А вы опять тут. Да, а я тут. Удар под нос. Вы, получив удар, тут открываетесь. Оп, все. Схватила, вырвала, растоптала. Вот так. Это вот, дорогие друзья, что это не воздух тут. Все вот это вот. Все на самом деле тут связано, конечно, с боевым искусством. Не сказано. Ну, если делать их медленно, сконцентрированно, ощущая свое тело, выстроив правильную структуру, то есть биомеханически двигаясь правильно, это воздействует на тело, как оздоровительная гимнастика. Смогут за себя постоять. Не только за себя, мне кажется, да, но и вообще в целом. Ну, вообще, когда занимаешься тайдзи, то каким-то чудесным образом все вокруг устраивается таким образом. Что ты не окажешься в темном. Да, не возникает особо каких-то конфликтных ситуаций вообще. Потому что ты в гармонии какой-то с собой, со своим телом, да, и, в принципе, где бы ты встретила, да, человека, который на тебя нападет, если ты добрый, счастливый и хороший, правильно, и живешь правильно. Действительно, здорово. Испытано на себе. Ну и, конечно, мы не могли не поговорить с теми людьми, кто пришел в тайдзи-чуань и занимается уже, ну, кто-то, допустим, месяц, кто-то год. Но, в общем, им эта тема очень нравится. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Ну, вот вопрос к вам. Как давно вы пришли в такой интересный вид боевого искусства? Кто вас вообще привел сюда? А, так, я занимаюсь с Устаной Тимофеевной уже 10 лет. 10 лет? 10 лет, ну, более, возможно. Когда были дети маленькие, они смотрели телевизор, дики Чеки Чан, Джеки Чан, это была моя тема. Тут пирожки, там телевизор, там посмотреть, и вот Рики, мне всегда было интересно. Первый раз я еще обратила внимание по телевизору, случайно увидела фильм. Европейские женщины такого вот возраста, они поездят на природу, какие-то выражительные движения делали, думаю, что это такое, где это. Ну, а потом они начали с этого, потом они как бы включились в дела города, они там какие-то вопросы социальные решали. И через некоторое время я увидела в Якутске вечернем объявление, что Светлана Кобякова набирает группу. Я пришла к Светлане Тимофеевне, первый набор, тот, к которому я пришла, это было человек 20, наверное, 30, в конце сезона я осталась одна. С того набора, да? Да, да. А потом Светлана Тимофеевна подключила меня к продолжающим, которые уже занимались, и я вместе с ними очень медленно, очень с такими, с тормозом, осваивала все навыки. И Светлана Тимофеевна, я как бы постоянно учусь у нее каждый день, каждую тренировку, и езжу на семинары в Китае, у меня было 4 поездки, 3 из них с мастером, а потом в этом году в Сочи на семинар тоже учусь. То есть вы такая уже, можно сказать, опытная ученица, да, у вас за плечами большой опыт. Ну и вот сказать в целом, вот для вас все-таки, это что? Это мой образ жизни уже, я без этого не могу, да. Для меня спорт – это жизнь, это движение, это жизнь, это и рост тоже свой личный. Я принимаю участие в соревнованиях, но в основном мои соперники моложе меня, поэтому я всегда дежурная по третьим, по вторым местам, с долгами я мало, но их достаточно, больше, наверное, 40. Ну, может быть, так. Здорово. А вот я, например, видела сегодня у нас, да, девушка с огромной, с такой, знаете, прям хваткой, я бы сказала, и с великолепной растяжкой, да, и очень такая мощная прям, силы в тебе много, ты прям выделяешься, да, на фоне других, вот именно своей какой-то такой бойкостью. Такое ощущение, как будто вот вы занимались спортом уже. Да, я уже занималась, у меня есть опыт 7 лет тэквондо, потом в результате я для себя обнаружила, вот когда вот начала заниматься ТЭЗ, то что здесь я нашла для себя успокоение души и тела, ну, как изначально говорили, и ощущение было такое, что это то, чем я хотела и так заниматься. Ну, так мандо все равно, база такая, да, похожа? Да, у нас взрывные, да, упражнения и взрывное направление, а вот мне нужен был необходим баланс. Баланс. То есть здесь нашла свое, да? Да. Хорошо, еще вот у вас здесь есть ученицы, которые прям видно, что занимаются тоже уже хорошо и долго, да, вот это, а вы как давно пришли в ТЭЗ? Я? Четвертый год. Четвертый год. Как узнали об этом? Ну, а на самом деле я первый раз пришла, 2000, наверное, вот тоже, как вот, Надежда, 2000 где-то в седьмом, наверное. У меня на школе работала, нагрузка большая. Между делом приходилось, надо же было успевать, естественно, комплекс не изучать, я не успевала. Не участвовала из-за этого в соревнованиях. Ну, и, конечно, я так позанималась примерно три года и ушла. Да, стыдно было перед Четвертой Тимофеевной, что комплекс не могу изучить. А потом так вот смотрела, ну, а я к ней-то первый раз тоже, опять же, по газетам, там, по объявлениям, вылезки делала, смотрела. Ага, вот с этого не началось. Так, а потом уже как-то так вот, опять что-то, чего-то не хватает в жизни кому-то. Хочется уже конец, уже со школы уже пойти ухожу, и так далее, уже 2020 год, я уже со школы ушла, уже пенсия, ну, думаю, вернуться что ли. И вот как раз самый разгар пандемии вернулся в феврале 20-го. И вот вот тоже так же... Все-таки пришли, да? Да, да, опять обратно вернулась, и уже более-менее лучше стала усваивать. Это в голову постепенно входит, чтобы была правда гармония души и тела. Вот, как, что, как, повернуть руку, где рука, там и нога, там и тело. Все это вот приходится, так сказать, с разумом, с умом. Все, и память лучше тренируется, да. А есть ли, допустим, среди вас вот результаты, вот что касаемо здоровья? Может быть, вот были какие-то заболевания, и благодаря этим тренировкам заболевания исчезли? Вот говорят же, исцеление бывает не только душевное, но вот и физическое. Может, кто-то расскажет про, ну, не знаю, артриты, артрозы. Или у вас их просто не было, вы сразу приходили сюда. Нет, конечно, в каждом возрасте все мы это имели. Ну, а потом постоянное движение, суставная гимнастика, все это помогает. И я смотрю, и осанка, может быть, я над этим работаю усиленно с погружением. Второй год. Более того, я знаю, какой эффект имеет оздоровительная гимнастика. И года два назад, и я была национальная программа работа в семь, и демография бесплатная. Я подала заявку, и через два года мне как бы удовлетворили. И я вот в прошлом году, в 22-м году, бесплатно по национальной программе закончила фитнес-тренер. Там у меня работа была такая оздоровительная гимнастика китайской Тайдзи Чюань для людей старшего поколения. Закончила, защитила. В Томске университет. Вот, то есть, еще можно и обучаться, да, увлекаясь таким делом. Еще можно получить образование, специальность можно получить и нести это в массы. Да, и я вот второй год Светлана Тимофеевне доверила и вести оздоровительную группу. В прошлом году мы набрали, и в этом году я продолжаю. Вот так, да, здорово. А если говорить, допустим, о том, ну, может, у кого-то другой был опыт еще? Ну, допустим, те же фитнес-залы, да? Или, допустим, танцами, может, занимались, а потом ушли вот так. Ну, я сама по специальности хореограф, но могла и пойти потом. Ну, я сейчас на пенсии, не работаю, появилось в свободное время. Могла пойти в любой ансамбль танцевать или сама там открыть танцевальный, да, кружок, да, например. Но я решила заняться именно собой. Давно-давно, вот, Надежда, о, вы, Светлана Кобякова я, конечно, знаю, как человек-легенда. И всегда хотела, думала, вот, как бы попробовать, ну, все время же работы и так далее. Но в прошлом году, вот, в нашем микрорайоне зарядка проводилась весны. Я вдруг с окошка смотрю, сама Светлана Кобякова стоит и проводит зарядку. Я не поверила своим глазам и на завтра вышла. И вот с той зарядки решила пойти заниматься. Ждала-ждала, вот, когда будет набор. И с прошлого года, с осени, получается, нынче второй год занимаюсь. Я очень довольна занятиями. И для здоровья тоже замечаю, что я меньше, ну, практически не болею. У меня, например, вот вы спрашивали, да, по диагнозам. Например, у меня воспаление седалищного нерва было. Время от времени он сильно беспокоил. Вот сейчас я замечаю, но практически приступов нету. То есть, чудеса случаются здесь, да? Ну, да, я думаю, что да, чудеса случаются. То есть, плюсы есть огромнейшие, да? Огромнейшие плюсы. Плюс очень хороший коллектив. Тут очень все светлые, добрые люди. И Светлана для нас не только тренер. Мы ее считаем нашим мастером. Человек, который привлекает нас не только вот в искусство Тайзи Циани, но еще и как целым классом, мы коллективом ходим и в театры, посещаем и оперу, концерты. Одна большая семья. Да. Одна большая семья, поэтому мне очень нравится. Испытано на себе. Вообще, на самом деле, Тайзи Циани – это же боевое искусство. То есть, в древности оно было боевым искусством, довольно эффективным, которое позволяло хорошо защищать, противостоять своим врагам. Ему 400 с лишним лет. Вот портрет Чень Вантина, он в центре. Фотография его не сохранилась, само собой, да, 400 лет назад не было фотографий. Он создал, объединил, он был военачальник, и после того, как вышел на пенсию, объединил вот кулачное искусство, которое он знал в совершенстве, философию китайскую, медицину китайскую, вот учение о каналах-меридианах и так далее. И вот он создал это искусство Тайзи Циани. И в то время, конечно, оно позволяло им противостоять своим врагам. Но сейчас, поскольку такой необходимости нет, на первый план вышел именно гармонизирующий оздоровительный эффект из Циани. И тот, кто остался, допустим, и тот, кто готов кропотливо работать, те уже почувствовали на себе, я не побоюсь этого слова, именно волшебный эффект. Да, есть. Не только на здоровье, но и ментально. Допустим, я до начала занятий Тайзи Циани, и вот сейчас, после вот, ну сколько, с 2005 года, если считать утренние зарядки, да, 18 лет практически, да, занятий, это два разных человека. Да. Вообще, по части ощущения себя, ощущения внутренней гармонии, ощущения себя в этом мире, вот как-то так. Все поменялось, да? Да, вообще все встало на свои места. Ну, я думаю, и это еще такой вид все-таки спорта, да? Все-таки, правильно же, будет называть это видом спорта? На самом деле, Тайзи Циани, это просто боевое искусство. Искусство, да. Но есть спортивное направление, скажем так. То есть, ну вот, все, кто у меня занимается, вот, собираемся еще, скоро на днях будет чемпионат республики, чемпионат первенства республики по УШУ. То есть Тайзи Циани, на самом деле, это одно из направлений УШУ, да. Ну, а вообще развитие Тайзи Циани в республике, оно будет, ну, то есть будущее есть у боевого такого искусства на территории нашей республики? Открываются ли какие-то филиалы, проходят ли какие-то мастер-классы, выездные сессии? Ну, дело в том, что в Якутске Тайзи Циани у нас в трех местах, стабильно уже несколько лет. Насчет развития, ну, оно потихоньку идет, развивается, в принципе, вот, допустим, федерация УШУ, они тоже ведь занимаются Тайзи Циани, участвуют в соревнованиях, занимают места даже на очень хорошем уровне. Я вообще в свое время нашла учителя в Китае. Прямо поехала вот в эту семью, в которой создалось искусство Тайзи Циань, да, в деревне Чинзя Гоу. И вот мой учитель, вот его портрет крайний справа в черном, Чэнь Зычан его зовут. Вот он носитель традиции Тайзи Циань, стиля Чинни в 20-м поколении, 20-е поколение. Я в 11-м году впервые к нему поехала. Потом в 15-м году он принял меня в личные ученики, то есть меня приняли в семью Чинь. Согласия старейшин и так далее, да. И в 16-м году я уже официально внесена в генеалогическое древо передачи традиций семьи Чинь. Но это же круто. Ну, да. Скажут другие, вот ваши ученицы говорят, да, это круто. Вот, и в принципе, ну как бы это же тоже какое-то развитие Тайзи Циань. То есть я практически являюсь прямым передатчиком, да. Ну, поэтому к вам и ходит такое большое количество человек, потому что доверяют вам, да, и как-то, ну, по мне так, я не знаю, еще лет 10 назад, когда мы говорили Тайзи Циан, это сразу Светлана Кобякова. И прошло 10 лет, все так же осталось вроде бы, да. Но это тоже хороший показатель, потому что действительно в различных, да, направлениях появляются же новые специалисты, новые мастера, новые, не знаю, те же ученики становятся учителями, да. А здесь как-то у нас все стабильно. Вот вы как вели, так и ведете. Да. Это же хорошо. Это здорово. Второй Светлана Кобякова не будет. Было бы хорошо, чтобы появилась, в принципе, ага. А так вот я своего учителя уже 4 раза привозила в Россию. До пандемии 3 раза, и вот после пандемии в этом сентябре тоже приезжала. Правда, нынче мы в городе Сочи провели семинар. Приезжали любители тайзичан со всей России. А в следующем сентябре уже сюда, в Якутск, привезем его. Вот так. То есть, товарищи, если вдруг захотите попробовать себя в таком виде боевого искусства, то у вас, в принципе, есть к чему стремиться. За год можно себя здесь натренировать хорошенечко, да, а потом вот с мастером пообщаться. Может быть, это также станет стимулом? На самом деле, с мастером пообщаться может любой тоже. То есть, он берется учить любого человека, у кого есть желание, искреннее желание изучить тайзичан. А хорошо. А есть ли вообще тогда сразу вопрос, кому противопоказано вообще заниматься? Все-таки... Дело в том, что тайзичан можно заниматься на любом уровне, при любом состоянии здоровья. Просто надо выбирать нагрузки. Нагрузки. Да. Ну, то есть, все равно, если, конечно, суставы болят, да, там, колени, и так далее, то, конечно, просто надо контролировать. Да, да, да. Противопоказаний вообще нет ни для какого возраста. Абсолютно. Ну, кроме психических заболеваний, может быть. Да, здесь нежелательно, наверное. Да, мне кажется, сюда и не прилетят с такими заболеваниями. Но, в целом, спасибо большое. Мы желаем вам продвижения, побольше вот таких увлеченных людей. Ну, и, конечно, здоровья. Здоровья, еще раз здоровья. Спасибо. Спасибо вам тоже. Здоровья, счастья, любви. Испытано на себе